Добрый день! Много лет работала на кафедру теологии и религоведения, потом перешла на кафедру теологии, там преподавала логику, в ВИС, там и всяким разным другим специальностям, а сейчас я преподаю в колледже машиностроения и транспорта, высший железнодорожный колледж. Ну а логика – это вот моя любовь, скажем так. В общем, думаю, что она полезна всем, по крайней мере, я в нее верю. Вот. Значит, что я хотела сказать о нашем предмете, да, то есть постоянно вот у меня такое ощущение, может быть, это уже просто ворчание такое стариковское, а может быть, все-таки так и есть, но такое складывается стойкое ощущение, что логическая культура нашего общества все ухудшается, 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 причем в самых разных аспектах, да, то есть речь не идет только о диалектической логике, а просто даже вот просто формальной логике. Вот из серии студентам говоришь, да, что-нибудь. Все должны сделать вот это, чтобы получить зачет. Вроде все понятно, но каждый третий считает, что он не все, а я не все. А можно я так делать не буду, а можно я сделаю задом наперед? Да, 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 да. И вот у меня такое появилось такое устойчивое ощущение, какая-то гипотеза, может быть, это даже не мое изобретение, что индивидуализм, он как раз препятствует развитию логической культуры. То есть чтобы люди объединились, то есть сам по себе коллективизм и логичность, определенный уровень абстракции, они взаимосвязаны каким-то образом. И вот отсюда такая мысль, получается, чтобы люди могли объединиться, они должны абстрагироваться, да, от каких-то частностей, да, получается, в каких-то моментах, может быть, даже где-то ими пожертвовать, да, и объединиться вот ради чего-то. Ну, это, в общем-то, логично. Но в условиях, действительно, индивидуализма это дается людям очень тяжело. И мне в том числе, собственно говоря. Мы все люди, да, мы все живем вот в этом историческом общественном пространстве. Вот. И каждый делает, что может. Я могу читать книжки, разбирать их, да, тренировать, проводить упражнения, да, по логике. Вот то, на что учился, да, как говорится. Вот. Поэтому я скажу, что знаю, да, и как я это понимаю. И тем более обидно и очень неприятно бывает, когда, допустим, в разных блогеров, там, и в разных сферах марксисты, которые мне очень близки, да, по духу, начинают противопоставлять, да, допустим, формальную логику, диалектическую, да, что, типа, нам это не надо, да, вот нам вот то подавали. Вот. Но мне кажется, что здесь люди неправы. А подходы обычно такие. Вот какие я зафиксировала сама подходы в этом отношении. Значит, варианты такие в отношении диалектики и формальной логики обычной. Значит, что, ну, самый такой примирительный, что и диалектическая, и формальная нужна. Изучаем все. Ну, и, кстати, я тоже так подумала. Вообще-то, Владимир Ильич, Маркс и Энгельс, будучи людьми очень образованными, вообще-то они знали, прекрасно знали. Они с этими силогизмами, да, со всякими его заключениями, они прекрасно им пользовались. Ну, по крайней мере, я там у Ленина видела цитатки, да, там такие, типа, там, что он там, аргумент такой-то, там, силогизм такой-то. То есть человек на самом деле был в теме. Вот. И в этом смысле неплохо знать, да, то, что знали они. И то, что им казалось, может быть, самим собой разумеющимся. Это первый вариант, примирительный. Второй вариант такой, что, значит, формальную логику изучать марксистам не нужно, потому что формальная логика включена в диалектическую, да, то есть как бы в диалектической больше, да, чем в формальной. Формальная – это как бы скелет, а вот давайте еще будем с мясом, да, вместе изучать, да, и с внутренним мертвыми. Ну, я послушала, но не согласна, потому что на самом деле оно автоматически, вот это знание не дается, да, это вот товарищ Платон считал, да, что люди там, есть врожденные идеи некие, и вот мы раз вот постигнем истину, и она автоматически откроется. Она автоматически не открывается. Это знание, это методы, приемы, какие-то упражнения, наработанные там, ну, тысячелетиями вообще-то, да, там, открытия, да, определенные сделаны в последнее время. Вот, поэтому я не согласна, что это автоматически происходит. На самом деле про разные вещи идет речь. И третий вариант – это когда противопоставляют и говорят, что диалектическая нам нужна, она марксистско-ленинская, а формальная – это схоластика, да, это метафизика, и она вредна даже, да, вот как бы вот такие вот варианты. Но я считаю, что, по крайней мере, открыть учебник сталинского времени, да, вот учебник логики 54-го года в интернете есть в свободном доступе, я посмотрела его внимательно. На самом деле он от современных учебников логики вообще не сильно отличается. У него просто есть хорошая, вот, идеологическая база, вот эта материалистическая, там, проговорено, как бы прямо и честно, да, какие-то вещи. А содержание – все то же самое. Понятия, суждения, умозаключения, правила доказательства, всякие логические квадраты, все логизмы и прочая вот эта вот жуть, которая пугает людей. Вот. Ну и давайте мы с вами начнем с, я хотела само понятие, да, нужно вот все-таки, я как гуманитарий заядываю, да, скажу, что откуда слово логика, да, происходит логика, логос – это означает слово, да, то есть первоначальное, простейшее, простецкое значение. Но также греки, они вообще были, это придумали греки, как обычно, они вообще большую часть всего придумали, вот, греки были понижены на словесности. Что такое для них логос? Для них это, вот, скажем, в эпоху средних веков, это было скорее что-то сверхъестественное, да, логос там, со Христом, да, вот ассоциировался. А для них это был в первую очередь диалог. Я вот монологи, честно говоря, не очень люблю, если захотите меня перебить, пожалуйста, перебейте, а то у меня… Обязательно. Судорога и свело преподавателя, и полтора часа без перерыва. Вот, значит, поэтому, да, для них слово, да, это в данном случае, это именно общение. И это очень важный момент, опять же, в сталинском учебнике замечательно и хорошо прописано, что логика – это инструмент, который появился внутри инструмента, а именно человеческого языка, который, по сути дела, был с самого момента, и нужен именно для общения с людьми. У меня уже Сталина на степью читал про язык. Прекрасно. Он отвечал людям, которые вызывали, и меняется для языка. Да-да-да, это просто инструмент, это орудие, да, и логика, в данном случае, она, как бы, там заложена, да, и вот она может либо упрощаться, да, как вот у нас хвост, да, и дуцировался, да, допустим, там, биолог не даст соврать, неправильно сказала, но я думаю, не важно. Почти. Хорошо, да. Вот, может развиваться, если это нужно, да, если это нужно. Так вот, это бывает нужно, логика бывает нужна, как показывает история человечества, когда общение, когда диалог, когда выяснение истины не просто нужно, а когда оно еще разрешено, когда это не страшно. То есть представьте себе, мы с вами организовываем дискут, и проигравшего сожгут на костре. Да, нужен мне этот дискут. Нужен он мне вообще сдался, это вот, истина нам не нужна. Ну, а давайте вот скажите, как правильно, да, скажите, как правильно, все, я за, да, я согласен. Вот, а логика, она развивается в те исторические эпохи, и не только в Греции, кстати, и в Индии, то еще за сто лет, там, да, или сто лет, были школы, которые развивали логику, там, очень, она не такая, как наша, да, немножко, вот, по сути, суть та же самая. И в Китае, но только в те периоды, когда было важно выяснить правду, да, то есть когда, как бы, верили, да, вот, в коллективную правду, народ, давайте соберемся и решим, как правильно. Да, и вот тогда возникали, народ задумался, а как же нам, давайте, сформулируем законы, а как вообще правильно-то? Вот, не просто, что мне понравилось лицо, да, этого оратора, или этот оратор мне, там, тортик вкусный дал, да, допустим. Вот, и так, просто помним, я почему подложу, что это, опять же, не с неба свалилось, это инструменты общения, это средства общения. И в этом смысле логика – это способ быть понятным, да, и способ быть понятым, и способ найти какой-то общий консенсус. То есть там, на самом деле, там много вещей есть по договоренности, и это нормально, да, то есть абсолютная истина, она доступна кому? Кто может быть носителем абсолютной истины? Абсолют. Абсолют, конечно, абсолютное существо, а мы с вами, вот какие есть, мы с вами объективные, да, поэтому нам доступна только объективная еще и по договоренности. Итак, слово раз, да, во-вторых, логос для греков все-таки означал еще и закон, потому что в основании, как вы помните, всех, ну, многих наук, да, есть там логия, да, какая-нибудь, ну, там, или номия, да, но значения примерно то же самое. Так вот, три значения у слова логика, которые нужно помнить, когда мы к ней апеллируем. Во-первых, это логика, логика объективная, ну, или точнее было бы, наверное, сказать объектная, ну, вот в учебниках пишут объективная и объективная. Вымезапно, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что вообще не присуще человеку, о том, что присуще вещам, да, то есть я выхожу под дождь, стало быть, я мокну, да, и я там, у меня там 150 лет, ну, наверное, скоро я помру, да, вот что-нибудь, если я не, кто там у нас бессмертный, там, на животных практически. Вот, то есть это закономерности, да, это законы, законы объективного мира, объективного, имеется в виду объективного не просто вне меня, а даже, строго говоря, вне общества, ну, в идеале так, да, хотя, по сути дела, общество для нас, оно тоже как объект, оно уже воспитывает, оно сформирует, оно учит нас, там, языком, нормам и так далее. Вот, это ладно уж. Итак, это тоже у нас будут законы природы, в широком смысле слова. Законы природы. То есть науки существуют, и науки изучают логику природы, потому что природа устроена закономерно, она устроена логично. Кто-то на следе, видим следы грязные, значит, кто-то тут прошел. Ну, там, есть трещина, да, значит, вот что-то, какое-то было механическое воздействие. И эта логика будет даже, когда человечества не будет вообще. Ну, то есть оно будет в этом смысле. Ну, до конца мы ее, конечно, знать не можем. Во-вторых, когда обилируют к логике, обращаются, здесь, конечно, логика субъективная. Сразу хочется сказать, что в нашем языке субъективное и объективное – это слова с такими нависшими смыслами, коннотацией, да, называются. То есть у нас воспринимается объективное, как хорошее, обычно правильное, а субъективное – это фу-како. Нет, неправильно, да, здесь в данном случае речь идет о том, что эта логика присущая субъекту, а кто у нас субъект познания? Кто познает мир? Человек. Человек, ну и не просто, да, человек как отдельное существо, да, а общество, конечно. Да, 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 человек, да, то есть, условно говоря, да, да, я вот так вот сделаю – общество. Общество является субъектом познания. И здесь получается, что на объективный мир смотрят все, а видят его, могут видеть его по-разному, интерпретировать по-разному. Да, то есть, например, в магии есть своя логика, да, при всем ее безумие, да, есть своя логика, и, извините, люди тысячелетиями выживали, веря просто вот в магию, да, и не знают, да, там, чего-то там, да, ну, как-то вот, может, где-то и повезло, конечно. У человека с психическим расстройством тоже есть своя логика, да, то есть, у него есть причина, почему он боится вот этого, да, например, то есть, какая-то логика невроза, да, его сформировавшегося. У человека, человек, побывавший при военных действиях, слышит хлопок, да, и риски, да, какой-то, его реакция, да, как мы говорим, неадекватная, да, то есть, он там где-то падает, да, там, защищается. Это его субъективная логика, то есть, у него есть причинно-следственные связи. То есть, это логика мысли, логика мысли, логика культуры, вот, и не путаем ее вот с этим. Ну, то есть, мы с вами не носители, мы не видим абсолютно, как он есть на самом деле. Мы видим сквозь призму социума, да, сквозь призму своих научной методологии, да, то есть, мы можем быть носителями объективной истины, да, то есть, более-менее на данном этапе, да. И третье значение, да, кстати, вот второе значение, это когда мы говорим логично-нелогично. Ну, типа, ну, давайте там молоко, да, и там огурцы соленые, давайте покушаем, да, вместе. Логично, да, для кого логично, для кого нелогично. Это уже субъективный вопрос. И третье, логика как наука. Логика как наука. То есть, если первая логика, это у нас была и будет, ну, пока есть движение, да, скажем, какое-то, когда-то может быть, да, там все остановится вообще. Это есть, когда появилось общество, да, и какие-то процессы языковые. И логика как наука, она, ну, считается, да, что она возникает вместе с древнегреческой философией, да, точнее сказать, с вершиной греческой философией классической, да, то есть товарищ Аристотий, да, создал. Да, Аристотий. У нас комментатор как раз предлагает такой вопрос. Получается, что логика родилась из философии, по сути. Логика родилась из философии, да, логика, то есть, значит, это у нас, нужно помнить всегда, что Аристотий представитель рабовладельческой демократии, и с одной стороны там важна была договоренность, безусловно, решение, коллективное решение вопросов, и история здесь такая, я как раз хотела об этом рассказать, что первоначально первоначально философия занималась вопросами природы. Философам было интересно, из чего все сделано, да, там один говорил из воды, другой там из огня, там еще, да, из чего-то. И, строго говоря, они не видели субъекта познания, человека они не видели, ну, как бы, мы не задумывались они, да, над этим вопросом. Но в какой-то момент вот эти вот поиски первой материи, поиск первого элемента натолкнулся на концепцию демокрита, о которой, кстати говоря, у Маркса замечательная диссертация, я читала, мне прям понравилось, он про античную философию говорит, демокрит – это автор идеи атомизма, атом, неделимая частица. Ни микроскопов, ни тягушеньки не было, да, просто созерцательная идея, ну, которая потом подтвердилась. Значит, так вот, чем интересен этот атомизм, и как он связан с логикой? Связан напрямую. Атом – неделимая частица, не воспринимается органами чувств. Если мы скажем, что все состоит из воздуха, ну, вот, пожалуйста, он воздух. Если, скажем, что все состоит из воды, ну, вода тоже не можем ощутить. А атом не ощущается чувствами в обтинниках, да, то есть он умопостигаемый. И тогда возникает вопрос, собственно говоря, а кто же его может понять? Кто это может открыть? Кто субъект познания? То есть тут встал вопрос, и античная философия перешла на второй этап развития. И второй этап развития у нас – это как раз вопросы уже по теории познания. Кто познает, а кто может понять? Может быть, его боги должны снабдить какими-то особыми силами, да? Или он, может быть, от рождения должен быть особенным. Пифагор, да, например, он про себя, как легенды говорят, да, он говорил, что вот есть боги, да, есть люди, а есть такие, как Пифагор, такие вот особенные, там, секту организовал под это дело, да? Значит, так вот, появились в какой-то момент учителя мудрости, софисты. Это были, то есть софия, это означает мудрость, и они, пользуясь условиями демократии, они зарабатывали тем, что людей учили доказывать. Давайте я тебя научу, да, там, научу, или, может быть, выступлю адвокатом в твоем деле, значит, ты там выиграешь, да, допустим. И софисты отвечались особым цинизмом в этом плане. Они были мастерами слова, но они исходили из того, что доказать можно все, что угодно. Вот, да, да, за деньги, да. Причем, скажем так, бывали случаи, когда утром он выступал в качестве прокурора, а в обед, потому что ему переплатила другая компания, да, он выступал в качестве адвоката. И также пламенно, да, и мастерски, да, обосновывал. Они исходили из концепции, которую все, кстати, слышали. Человек есть критерий истинный. Ну, у них это было в таком значении, не в гуманистическом, как это сейчас говорят, а в том плане, что тебе надо, то и истина, что тебе выгодно, да, что ты хочешь. Очень просто, простой подход. Деловой, что? Еще раз. Значит, вот. И вот, но на самом деле, они по дороге, вот со своим вот этим цинизмом, по пути, они открыли массу всяких интересных вещей в плане языка, что с языком можно делать, да, в частности, они открыли софизмы. Софизмы. То есть логические ошибки, от которых никто не застрахован, да, они бывают непреднамеренные, а бывают преднамеренные. Да, непреднамеренные, непреднамеренные, это у нас называется словно таким паралогизм, помните, кого-нибудь термином пришибить однажды. Так, и преднамеренная ошибка, преднамеренная ошибка это софизм. Софизм. То есть он как бы выглядит как мудрость некая, но на самом деле там целенаправленный подруг. Ну, у них там бывали такие софизмы, известные как, ну, допустим, рогатый, знаменитый софизм. У меня есть все то, что я не терял, чего я не терял. Рогов я не терял, значит, я рогат, да, вот как бы вот такого вот, игра слов. Но в какой-то момент они наткнулись, например, на парадоксы, знаменитый парадокс «Я лжец». «Я лжец» или «Просто лжец». То есть здесь в чем интрига? По сути дела в развернутом виде это будет звучать так. То, что сейчас я говорю, является ложью. Ну, если то, что я сейчас говорю является ложью, тогда оно не является ложью, да? То есть как бы можно так сказать. «Я лжец», да? «А», да? А значит, не «А», а если не «А», то «А». Если не «А», то «А». И вот, короче говоря, они создали вот эти вот трудности, да, открыли эти трудности. И чтобы эти трудности разрешить, как раз Аристотель, который вообще любил все систематизировать, раскладывать по полочкам, отец многих наук, большинства наук, биологии, физики, лингвистики. У человека время было и силу их полезно. Хорошо рабовладельческое общество, да? Нормально. Да, демократия, да, рабовладельческая. Он в качестве, так сказать, противореза как раз, точнее сказать, не именно он, конечно, с ними совистами спорили сначала Сократ, да, противопоставлял Платон, а Аристотель это дело систематизировал уже. И он сформулировал четыре, пардон, три закона формальной логики, а четвертый появился уже, появился уже в новое время, его Лейбинс сформулировал. То есть я бы сказала так, что он создал логику в противовес вот этим вот, как бы, лжецам, да, таким, профессиональным, да, можно так сказать, защитным. Хорошо, что ты отдал их. Да, да, да. Конечно, у него понятно, свои интересы. Естественно, есть действия, есть противовесы. Да. Но, но, софисты тоже, они были не просто, да, обманщики, они вообще мастера, но на самом деле очень много чего сделали. И там прям ответ нужен был к Сриону. Профессиональный. Да, да. Конечно, это был ответ во многом идеалистический, да, но тем не менее, он создал созерцательную, да, такую логику. Ну, хоть такой. Спасибо ему большое. Пользуемся до сих пор. Итак, первый закон у нас. Это закон тождества. Закон тождества. Выглядит он как ужасное обманщино. Совершенно он выглядит именно как равенство, да, как тавтология, мы бы сказали. А равно А, да, жуть какая. Но на самом деле здесь очень дельная вещь. Речь идет здесь о чем? О том, что в ходе рассуждения, в ходе спора нашего какого-то, нужно сохранять предмет. Если мы говорили о немытой посуде, да, то давайте не будем переходить на ты меня никогда не любил, да. То есть он как бы... Полезница подменных диспутов любого. Это в данном случае то, что я привела, это подмена тезиса. Но очень часто бывает подмена понятия, да. То есть, например, говорили там о, не знаю, там, пособиях, да, там, перешли там на нацию, да, внезапно, да, там, да ты вообще патриот, да, там, и так далее. Вот, то есть, вот, по сути дела, это у нас против, да, против подмены понятий. Против подмены понятий. Понятий. При этом мы скажем, ну а что, разве человек сам, например, любой объект природы, разве он тождественен себе всегда? Вот, например, профессор какой-нибудь в младенчестве, да, это лысый младенец, да, там, писающий в памперсы, да, к примеру. И вот тут вот он великий академик, да, там, замечательный, там, знаменитый, сини-пятий во лбу. Разве это один и тот же, да, человек? В том-то и дело, да, что логика, в данном случае, она сегментирует, да, она как бы выделяет один аспект. Да, Аристотель прекрасно понимал, он, кстати, у него тоже диалектики-то много, да, было. Но он говорит, что, что слово, да, понятие, понятие или тезис должен быть равен самому себе в определенном отношении, в определенном контексте, вот, вот в таком вот моменте, да. То есть, например, когда Гераклит, это, кстати, отец диалектики-то, по большому счету, но только он там на пару веков раньше жил, он говорил, вот, посмотрите, обезьяна, она и красивая, и уродливая одновременно. Как это объяснялось? Объяснялось таким образом, что она красивая для своих других подружек-обезьян, да, там, или там, друзей, вот, и уродливая с точки зрения человека. И вот Гераклит говорит, ну, вот, видите, вот как она сразу и красивая, и некрасивая, да, значит, может быть сразу и ту, и другую. Да, и в данном случае Аристотель как раз говорит, это вот типичная подмена понятия. Надо брать в одном отношении красивое для своих, да, привлекательное для своих, там, особей, для своего племени. Вот, и привлекательное для людей, да, вот оно подмена понятий, подмена понятий, подмена тезисов. То есть на самом деле это достаточно простой и дельный закон, несмотря на то, что он не берет аспект исторического развития, да, в данном случае. Но это целенаправленно и сознательно делается, да, он здесь не выдает. Это за, ну, как сказать, универсальный принцип, а именно закон общения. Второй закон. Закон, закон, его называют часто закон противоречия, но я предпочитаю называть его закон запрет. Да, или не противоречие, да, говорят. Запрета противоречия. Я говорю так, запрета противоречия. На самом деле это тот же самый закон, только закон, выраженный отрицательно, в отрицательном смысле, да, то есть а не равняется не а. По сути дела, та же мысль выражена. Да, нас не накормит шум речей под барабанный раскат. Да, мы хотим еды, да, барабанные речи, не еда, да, пожалуйста, не подменяйте, да, так сказать, понятия. Закон запрета противоречия. Сразу, наверное, надо иметь смысл, хотя нет, давайте я лучше сначала расскажу про формальную, да, про формальный подход к противоречиям. Здесь, ребята, просто спор о словах на самом деле, просто совершенно разные вещи, под они и теми же терминами подразумеваются. Что называет Аристотель отношениями противоречия, да, это две некие крайности, да, две некие точки, да, условно говоря, тут пусть будет какой-нибудь х, да, тут будет у, две крайние точки, между которыми есть еще некие альтернативы, да, то есть если мы возьмем суждение, то это будет выглядеть так, да, например, все х, там, являются, да, какими-нибудь там, з, как примеры, а здесь ни один х не является з. Хитрость вот этих отношений и противоречий, именно потому что это как бы максимум, да, вот некий максимум, а тут минимум, в том, что у них есть альтернатива, да, то есть, например, если мы берем два суждения каких-нибудь, ну, я не знаю, там, все, все богачи, там, добрые, да, или там все богачи благословлены Богом, да, например, ни один богач не благословлен Богом, ну, я, да, такой, не самый удачный вариант взяла, но получается здесь что? Что они, опа, действительно не могут быть правдой, вот что важно, но, да, но, тем не менее, одно из них может быть истинным, ну, то есть, если одно правда, это точно ложь, сто процентов, ну, про богачей неудачно, да, тем более, с Богом, ладно, потому что здесь есть некая альтернатива, да, например, смотрите, давайте возьмем, просто здесь будет миллионер, а здесь будет нищий, две крайности, я не миллионер, да, следует ли отсюда сразу, что я нищий? Нет, конечно, да, то есть здесь еще есть альтернативы, вот, или там, как это было? Миллиардер, да, 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 совершенно верно, правильно, правильно, да, может быть и так, значит, или там, как это, господи, у Остапа Бендера, да, нужен был, а, мальчик, да, нужен был мальчик для рисования, да, а вы что видите, такие суворобьяниного, это же не девочка, да, то есть между мальчиком и девочкой, да, есть еще альтернативы. Нет. Дяденьки и тетеньки, там про возраст было, там была шутка в возрасте, то есть он... Нет, а правда есть понятия, у которых нет этих понятий? Вот, есть, а это называется запрет о противоречии. Да, 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 есть, конечно, конечно, есть понятия. Да, здесь действительно все равно здесь есть путаница в терминах. Короче говоря, закон противоречия, да, по сути дела, он описывает ситуацию, которую в логике, в принципе, называют, наоборот, противоположностью, контрарностью, против или противность, да, знаете, вот такое слово использует. Противность. Противность, потому что они напротив, друг против друга, а между ними есть какая-то альтернатива. Третий закон сейчас сразу не расскажу, потому что они, получается, связаны между собой. Это у нас закон исключенного третьего. Все, наверное, слышали, да, исключенного третьего. Все пользовались такой фразой, наверное, да, или третьего не дано. Это вот хвостик, собственно говоря, вот этого закона. Этот, как раз, закон направлен только и только на ту ситуацию, когда у нас безальтернативные отношения, безальтернативные. То есть, например, пациент жив, пациент мертв. Да? Давай так напишем. Жив. Вот. Или, например, я студент, я не студент. Да? То есть, если меня отчислили, я уже не студент. Если я не ходил три года, но меня не отчислили, я вообще-то студент еще, да? Вот. А бывают такие ситуации, да, когда там, ну, отчислен по собственному желанию. А я вот видела бланки документовические, да, там какой-то перечень был, там было бланк отчисления студента по причине смерти. И такое, если он умер, значит, уже не студент. А вот... Что же такое было? Почему это не студент? По закону так положено. Да. Вот в этом смысле, кстати, закон – это такая сфера, где вот именно по договоренности, да, то есть многие вещи, да, решаются по договоренности, но в этом смысле там хоть какая-то четкость есть определенная. Помер, но уже все, значит, отчислено фронтически. Спорят биологи, не биологи, да, в обществе, да, сейчас часто спорят насчет того, что есть ли альтернатива мужчине и женщине, да, допустим. Мужчин и женщин. Очевидно, в биологическом смысле все-таки альтернативы нет, да? Хотя, наверное, бывают какие-то мутации, да, такие особенно редкие. Гермопродизм. Нет, ну это все варианты, нет. Вообще, на самом деле, в биологии мужчин и женщин нет. Там есть разные полы. То есть они не обязательно мужской, женский. Ну, точно. Они плюсы, минусы. Ну, а биология настолько с этим связана, что… Да, и тому там всегда много исключений. Биология в этом смысле – это веселая наука. А то, что касается гендеров, да, гендеры – это социальные, это как бы самовосприятие, да, какое-то там. Я там, я по гендеру эльф, да, например, ну что с тобой сделать? То здесь вот могут быть варианты, варианты. У меня студенты есть такие, да, что там написана фамилия, допустим, женская, да, а человек себя идентифицирует как мужчину. Да, конечно, это их полно. Нет, ну они не ходят в перьях, да, там с какими-то там особенным пирсингом. Просто человек и человек. Они себя так соцветуют. Они, девочки, говорят о себе мужских глаголах. Да, по документам видно, что девочка, да. Ну внешне я бы даже сомневалась. Бывали такие студенты, когда приходят за четкой, а там фамилия, например, какая-нибудь, знаете, ну такая непонятная, да, там Корнейчук, да, и я такая сижу и смотрю, вот он мне говорит, а я сижу и смотрю, не слушаю его, думаю, кто это, мальчик или девочка. Вот, то есть это вот такая ситуация, да, получается. В половом отношении, ну, я буду как примитивный гуманитарий, да, считать, что это исключённое третье. Так вот, фишка здесь в том, что здесь у нас а, либо, либо не а, и третьего не дано. Третьего не дано. Здесь оно дано, а здесь оно не дано. То есть это разный тип отношений на самом деле. Вот, и в логике, да, вот это, строго говоря, формальная логика, принято вот такой тип отношений, строгий, типа там, вернул деньги, не вернул деньги, да, есть у тебя кредит или нет кредита. Вот именно такое называется противоречие. Противоречие. Выпустить ракету. Ещё раз. Выпустить ракету, не выпустить. Да, да, да. Случай, ну, это понятно, по главной логике. О, вот, либо выпустили, либо не выпустили. Ну, если она не долетела, ну, выпустили же. Случай, как голосовала. Голосовали о том, что выпустить или не выпустить. Да, да. Очень серьёзное дело, да? А вот такие отношения, да, это у нас противность или противоположность, потому что она лежит. Да, это напротив. Противоположность. 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 Да, это принципиально важно. И четвёртый закон, который сформулирован был уже лебницам. Это закон достаточного основания. Достаточного основания. Да, например, в суде это прям возведено в правило. Да, то есть никакое суждение не является истинным или ложным само по себе. Да, как народный. Ну, это же очевидно. Ничего не очевидно. Не является истинным или ложным само по себе, а только в силу своего основания. То есть либо там доказательство какое-то, либо опровержение. То есть получается, а, истинно, да, потому что его в основе какое-то было. Так, конечно, мы задаемся вопросом, так, ну, а, б, кто обосновал, да, по идее, там, да, какой-то цель, какая-то бесконечность уходящая. Да. Но, но, по крайней мере, хотя бы ход мыслей, да, таким образом мы свой показываем. Мы обосновываем это голосами в голове, да, там, не знаю, там, велениями богов, да, или, может быть, там, разумные, да, какие-то аргументы есть. То есть это немаловажно. Вот. И возвращаемся к противоположностям и противоречиям. Так. То есть то, что я сейчас вам говорила, это все правила формализованного, даже, скажем, прямо греческого языка. Ну, он в этом смысле похож на русский, да, все-таки не китайский. Формализованный человеческий язык. Что значит формализованный? Там есть формы, повторяющиеся, ну, я их называю скелетиками, да, то есть как бы примерно одни и те же схемы. Примерно одни и те же схемы. И в этом смысле он, конечно, достаточно абстрактный. Да, вот какую-нибудь, возьмем какую-нибудь схему, соотношение. Да, вот это у нас схема логического... А, давай, давайте лучше противоречия. Пусть это у нас как раз противоположности и противоречия. Какой-нибудь х, какой-нибудь y. Да, противоположность будет. А это у нас х и не х. Ну, давайте просто попридумываем, какие вообще понятия действительно сюда подходят. То есть здесь у нас будут крайности, да, а здесь будет ситуация безальтернативная. Безальтернативная ситуация вообще, в принципе, ее сделать легко. Это формально-логический, даже такой математический немножко прием. Да, то есть к любому слову берем, прибавляем и не, и получается противоречие. Но фишка в том, что, да, вот, например, здесь возьмем, да, какой-нибудь там... Давайте скажите мне слово. Грамотный. Грамотный. Нет, грамотный. Угу. Грамотный. То есть о человеке, да, идет? Угу. Человек. Грамотный человек. А здесь у нас будет неграмотный. Ну, единственное, здесь, конечно, слово грамотный лучше его определить, да, что он назначает, да, то есть речь идет о навыках письма, там просто, да, или речи. Вот. Но получается, что сюда, раз мы уточнили, что человек, здесь все-таки не такой гигантский объем, здесь у нас будут все люди, которых мы отнесем неграмотный, к группе неграмотных. Неграмотных. Ну, какие-нибудь вот, которые живут там в Иглу, не в Энке, да, хотя и в Энке тоже, да, они тоже... Ну, знают язык, знают... Да, да, да. Так, во-первых, знаешь нас язык, да, что ты мимекаешься, скажи по-человечески, да, на нашем языке. Не в Энке, не в Энке, не в Энке, а в Энке, а в Энке. Да, как все нормальные люди, да, по-шотландски. Грамотный человек... Какой-то критерий может быть. Критерий, да. На Крайнем Севере, да, это человек должен, вообще-то, охотником быть нормальным, он должен иметь построить иглу, да, он должен уметь разжечь обводь. Вот, большинство из нас не котируется там, как грамотные супроцелы. Вот, но если мы возьмем слово попроще, да, какое-нибудь, ну, я не знаю, там сейчас, там, какой-нибудь, там, пирожок. Пирожок. А здесь напишем, не пирожок. Не пирожок. То создается, да, если бы, то тут вся вселенная, кроме пирожка, понимаете, и мы с вами, да, мы же не пирожки. Вот, значит, то есть материальные объекты, бесконечное пространство во времени, да, там, и пространстве, вот, это все будет вот этот не пирожок. И между ними четкая граница. Тут имеется в виду конкретный пирожок, для понятия пирожок? Если мы не уточнили, то здесь может быть все что угодно, да. То есть вот в этом смысле, да, очень важно уточнение содержания. Так, что подразумевается под противоположностью и противоречием все-таки в диалектической логике? Я, честно скажу, я небольшой специалист, да, в этом плане, но просто как я поняла, да, что я поняла. Подразумевается совершенно не вот это. Вот, когда в формальной логике мы это говорим, мы говорим так. Ни один, да, например, там, миллионер, да, ну, то есть какой-то там х, да, не является. Является, естественно, имеется в виду данный конкретный момент, или в тот момент, когда мы утверждаем, нищий, да, не является нищий. То есть важно очень, является или не является. Здесь может быть какая-нибудь игра слов. Я нищий духом, да, что-нибудь там такое, можно задвинуть. Вот, но мы держим его за хвост с помощью закона тождества. Вот, является, не является. Но при этом, мы прекрасно понимаем, уже в ходе взгляда исторического, да, взгляд формальной логики внеисторический, внеисторический, он действительно вырывает из контекста, реальности, да, какой-то кусочек, и это очень удобно. Потому что вот мы на какой-то момент останавливаемся в своем процессе развития, да, и фиксируем вот нашу беседу, как некую статику, да, узбор. Но формальная логика, она при общении всех законов. Конечно, конечно. Вот здесь и сейчас, здесь и сейчас. Да, потому что если мы будем диалектически подходить и к этому вопросу, то мы, как саморазвивающие единицы, да, скорее, наверное, передеремся, да, то есть, диалектически, да. Так вот, если мы посмотрим на процесс, на саму действительность, как исторический, развивающийся, да, непрерывно, постоянно становящийся какой-то универсум, то здесь получается ситуация, конечно же, другая. Да, что вещи постепенно перестают быть самими собой. Ну, и вот в диалектической логике скорее рассматривается так, что термины используются в каком значении? Противоположности, ну, здесь я, как бы, нарисовать не совсем уверенно, но пусть будет вот так, да, противоположности, противоположности. То есть, это вот те самые крайние точки, да, классический вариант, это классовая борьба, то есть, два противоположающих класса, да, здесь у нас будет класс, допустим, буржуазии, да, на данном моменте, буржуазии, ну, класс, даже если быть точным, да, конечно, то проще, да, говорить, владельцев средств производства, да, и класс наемных работников, да, и класс трудящихся. Класс трудящихся, да, рабочих. Ну, они друг перед другом, когда не могут противоположность. Совершенно верно, да, то есть, они находятся в постоянном взаимодействии, более того, они друг друга сформировали, то есть, объективно, объективно, класс буржуазии очень много хорошего сделал, в каком плане, да, что он под себя подмял огромные производства, он сделал, возможно, многие технические открытия, да, и так далее. Ну, при этом, конечно, сосал кровь, да, из всего человечества, да, из планеты Земля и продолжает, да, это делать. Это само собой. Вот, поэтому получается, да, что вот эти вот крайние, да, точки называются противоположностями, противоположностями. Да, это то же самое, да, а отношение в целом называется противоречием, да, все вместе, да, вот это называется противоречием. Вот, и когда Ленин говорит о тождестве противоположностей, да, он не говорит в формально-логическом смысле, да, что буржуазия, да, является классом трудящихся, да, с точки зрения формальной логики, да, тождество бы выглядело вот так, да, то есть, все А являются Б, все Б являются А. Перечеркивание, потому что они попадают, просто они являются друг другом, да, типа там, я это Гэндальф, Гэндальф это я, да, или там, не знаю, там, самая большая страна в мире, это Россия, и Россия это самая большая страна в мире. Не об этом, да, идет речь. А речь идет о единстве в борьбе, да, и взаимовлиянии, взаимовлиянии, поэтому здесь получается, что, да, и, конечно, мы с вами здесь смотрим, кстати говоря, опять же, да, какой-то статический, да, момент, а мы помним, что диалектика, она говорит о изменяющихся, да, там же спиральность, она может быть там и вниз, да, условно говоря, это спиральность, деградация общества, возможно, ну, если кому-то придет в голову нажать на эту кнопку, да, само собой, вот, да, поэтому диалектика, да, диалектика, это точно так же, как вот я про логику говорила, диалектика, это есть и объективная диалектика, которая происходит независимо от нас, диалектика, как логика в нашей голове, да, как языковое объяснение, да, отражение вот этого, и диалектика уже как научный уровень знания, да, вот, а формальная логика, формальная логика, хотя на самом деле любая логика является формальной, она всегда форму нечленяет, вот, а формальная логика, да, она про статику, статику, и все-таки есть некие моменты, да, за такие важные, свои точки зрения, да, как для обывателя, у формальной логики разработаны, опять же, еще раз повторяю, не только законы, да, а разработаны для простых смертных, да, как мы с вами, упражнения, принципы, категории, мы можем как бы натаскаться на нее, да, вот, как программа, да, там, для домашнего обучения, изучения принципов, там, зарядки, да, какой-то пауэрлифтинга, да, там, или еще чего-то, взял методичку, да, и накачался, да, и ты можешь это сделать, да, грамотно, а у диалектики, как бы, таких вот простых учебников, то на самом деле их и нет, да, то есть есть статьи, да, замечательные, но они как бы требуют от нас уровня, ну, таланта, да, такого даже гениальности, да, в каком-то смысле, да, чтобы вот что-то вот такое задвинуть, чтобы применить это в реальности, да, чтобы применить это в реальности, да, чтобы применить это в реальности, В суде. Я вот столкнулась с тем, что это такое интересное для меня, как для кабинетного совершенно такого человека. В суде, получается, я выступала в качестве эксперта-религоведа, там было дело по религиозному экстремизму. Так вот, интересно, что суд совершенно не впечатлили никакие аргументы из области религоведения, но когда я стала апеллировать к логике, доказательства, контрарности, контрадикторности, силогизм, это произвело впечатление. То есть, как бы это работает в таком манипулятивном таком аспекте. Но я хочу сказать еще очень важный момент в защиту любой логики, безусловно, по плане, что марксистов-то не надо убеждать в этом, они, в принципе, ориентированы. Хочу сказать, что, например, современная психология и другие области знания, научного, они в этом смысле утверждают следующее, что на самом деле честность, логичность, вот такая последовательность, она психически полезна. То есть, человек, который живет во лжи, да, в этом смысле, это вот, обычно это невротик, оказывается, да, это человек, запутавший сам себя, да, всех окружающих, вот, и поэтому, чтобы вылечить невротика, да, нужно его постепенно, да, как бы поставить на путь правды. Вот такая вот вещь, да, оказывается, ложь душевредна. И историки языка тоже говорят, что язык, как инструмент, как наше орудие, появился именно, как бы, как сказать, с расчетом на честность. То есть, если бы все думали, что мы друг друга обманем, то язык вообще бы не появился, потому что зачем ему тогда вообще нужен, если это просто средство обмана. Ну, поэтому мы в данном случае стоим на той позиции, что, как сказать, на позиции даже веры в человека, да, что человеку хорошо быть честным. Если он хочет врать, мы, конечно, не можем, да, его здесь в данном случае, как сказать, мы можем его переубеждать, да, но вот, вот, как бы, таков его выбор, да, в данном случае. Но, тем не менее, быть логичным душеполезным, последовательным, да, последовательным. И логика, логика, это яркий представитель, конечно же, научного мировоззрения, да, то есть у нас сейчас столько всяких разных конкурентов есть, да, есть магия. Это магия, пожалуйста, тебе открывай любой, любую газету, там тебе будет астрологический прогноз, да, там, да, 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 да. Религиозная литература, пожалуйста, да, там тоже будет иррационализм какого-то другого порядка. Там очень много отдельных вещей, но там все равно это основано на иррационализме, все равно это основано на авторитете, да, там, сверхъестественных, да, каких-то там сил и так далее. И приводится, опять же, к чему, да, ну, терпи, да, терпи вот из этой семьи. Вот. Искусство, да, тоже замечательная вещь, но тоже иррациональная, да, она тоже иррациональная. Она для радости, да, она песня нам жить и строить помогает, да, сериальчик позволяет, да, пережить, да, там, тяжелые, там, не знаю, времена забыться, да, забыться. Да, кстати, немаловажный момент, конечно же, чтобы вообще копаться вот в этом, да, копаться, вообще заниматься познанием, да, хоть какой-то литературы, просто, извините, нужны силы, да, им нужно ощущение спокойствия и безопасности. Потому что, если мы находимся в состоянии страха, стресса, да, то мы должны бороться, да, какое там познание, господи. Вот. Поэтому я, конечно, призываю всех, по крайней мере, скачать и потихоньку знакомиться вот с учебником Виноградова, абсолютно свободном доступе, да, замечательными и ни капли не устаревших. Ну, в логике там вообще не меняется уже тысячелетие практически ничего, поэтому, ну, я про немножко, не знаю, меняется, да, меняется, но некоторые вещи, они все равно базовые, базовые. Это полезно, это полезно в общении, в межличностном общении, в развитии, безусловно, да, в культуре мысли, да, в своей, и даже просто, даже в принятии, да, вот некоторых вещей, в выборе, может быть, в принятии решений, в семейных отношениях, да, то есть, если у логический уровень семьи, да, резко повышается, да, так, так, это у тебя аргумент к личности, да, а сейчас ты аргументируешь к авторитету. Докажи, обоснуй, да, так, спокойной, спокойной, такой доброжелательной атмосфере, уважительной друг к другу. Все, коллеги, я истинно. Можно немножко поспорить? Давайте, конечно, поспорить. Вот вы говорите, формальная, да, дискуссия, формальная логика типа проще, и изучить проще, но вот вы формальной логике назвали три закона, а в диалектике все знают три закона. Три закона изучить гораздо проще, чем четыре. Ну, просто кроме законов-то же еще что-то нужно применение, да, их как бы надо. Ну, три закона гораздо проще. Законы, да, по количеству законов, разрешают. Ну, можно посчитать даже, насколько там три. Скоро не получился, вы правы, абсолютно, у формальной логики больше законов. Я знаю, что нужно посредственно для нигения изучать диалектику. Для кого? Нигения. Ну, то есть, сказала, что должны быть длинные, а вот для нигения биология. Я не шучу, она настолько насквозь диалектична, что ты, может быть, можешь, ну, то есть, примеры, это оттуда. Вот, как закон развития материи, он назначен оттуда, потому что практически любой биологический процесс, это как раз смена. Зерно умирает, рождает росток, росток рождает зерно, зерно умирает. Тезис, Натю, тезис, синтез, то есть, переход на качественный уровень. Ну, я бы сказал так, что формальная логика, она больше относится к статичным, к какому-то, ну, например, допустим, общению. Да, здесь и сейчас. А диалектика, она рассматривает процесс. И вообще, я так, я думаю, что человеку, чтобы знать, надо не только знать формальную логику, диалектическую логику, но и диалогику. Какая-то практическая сфера приложения. Да, я сразу вспоминаю Ленина в этом плане. Он всегда, как говорит, диалектический путь познания от живого созерцания, к абстрактному мышлению и от него к практике. Вот это вот и есть, а абстрактно-логическое мышление, оно-то там же у вас абстрактно-логическое. То есть, там, взять на логика, на логику формальная, а бывает диалектическая. И вот к практике, опять, к этому же примеру, не только разница. Только единственное, знаете, чтобы сказать, что большинство людей, все равно, они остаются, скорее, на уровне представлений, смутных ощущений, представлений. То есть, они себе картинки в голове, да, держат. И в этом смысле, к абстрактно-логическому, чтобы перейти, нужно немножко, да, над собой поиздеваться. Как раз с помощью вот таких... А тогда мы возвращаемся к вопросу, что такое, что является предметом философии сегодня в обществе. Уже сделают такое в университетах или в музыках. Что это? Как преподают? Предмет философии преподают, ну, конечно, преподают очень по-разному. То есть, сейчас очень много зависит от субъективной позиции самого преподавателя. То есть, там, просто буквально произвол чинится, да. Но из таких вот хороших вот учебников фундаментальных, которые мне самой нравятся, и большинство все-таки следует этой норме, они философию объясняют в двух аспектах. С точки зрения функционального подхода. С одной стороны, как вид мировоззрения, как вид мировоззрения, да, то есть, есть вот мифологический, религиозный, художественный, философский, иногда научный философский входит, иногда отдельный. И вот здесь вот философский от научного, да, например, обычно как отличается? Что изучает вопросы, конечно же, то есть, ставит целью объективное, да, познание истинное, но при этом в контексте человеческого бытия. То есть, зачем мне это надо, какое место я занимаю в этом мире, да, и что мне с этим делать? А просто наука, да, сциентистский такой подход, он рассматривает предмет как предмет, да, ну вот как бы независимо, да, от меня, да, прямо объективистский. А с другой стороны, хороший учебник, вот я считаю, из тех, которые я смотрела, больше мне нравится, Алексеев и Палин, это товарищи и в советской религии опубликовались, сейчас вот переиздают, там 2000-х годов у меня есть книжечка. И вторая часть, у меня второй подход к философии, не то что подход, а вторая функция, методологическая. То есть, они прямо показывают, как в истории науки, в истории социальной практики, какую роль сыграла философия. То есть, ну это такой вопрос больше, да, теоретический, да, наверное, но для преподавания очень важно. Приходишь к математикам и спрашиваешь, ребята, что такое число, да, и вот тут вот мы зависаем, да, потому что ни одна наука, она, по сути дела, свои основания, да, она как бы рассматривать не может, как бы на них со стороны, да, просто нужно на что-то еще опереться. То есть, опять же, в биологии до сих пор определение Энгельса, определение жизни, да, там, как высокоразвитая, да, белковая, да, там, помогите мне, Анна, вот, белковых тел, да. То есть, нужно посмотреть со стороны, со стороны. А логику, к логике относятся более серьезно, чем к философии даже. Потому что зачастую философия, это вот пришел, да, вот такой вот гуманитарий, да, и халям-балям, да, там, что-то, а может, и не гуманитарий этим могут грешить кто угодно, да, болтуны какие-то приходят. В основном, конечно, отрицательное впечатление у многих моих приятелей, да, там, вот, с кем я познакомилась, там, химик знакомый, да, там, был биолог тоже. Ну, и философия же, это же ужас какой, это же кошмар, да, я им там, давай, пламенно доказываю, философия доказываю. К логике относятся более уважительно. Относятся более уважительно. Да, представление. Я о чем хотела сказать? Дело в том, что я просто в чатах, да, в разнообразных сетях, допустим, общаешься с людьми, которые называют себя марксистами, да, и понимаешь, что уровень логической культуры очень низкий, в том плане, что переход на личности мгновенно, да, происходит. Апелляция к авторитету, да, там, как бы, троллинг, да. Основные причины, которые называют логических ошибок, которые очень печальны, как раз, вот, в среде, вроде как единомышленников, это, вот, эмоциональный нокаут. То есть, когда мы переходим на личности, да, когда мы начинаем своего чего-то в этом искать, да, например, я привык всегда доминировать, все, будут всех под себя подминать. Вот, что хочу, да, вот, все, вот. Потом, может быть, я пойму, да, что был неправ, но мне, вот, у меня прям потребность, да, такая. Вот, или кто-то привык очень грубо разговаривать. Или, там, вот, мы, допустим, сталкивались, да, с тем, что там начинается... Чего-нибудь не смотрится, да. Или к полу оперировать, типа, там, вот, и сели, да, вроде как человек, да, марксистом, да, себя называл, и тут начинается, да, там, переход на пол, да, там, что там, баба меня учит. Как-то это записано. Это утрата культуры спора и утрата, вернее, и навязывания культуры, мы же сейчас на индивидуализм переходим в рост, просто на оголтелый, то есть, когда... За защитой арбесины. Да, то есть, когда мое мнение, это же идет со школы, когда мое мнение, это, причем, ладно, мнение в литературе, допустим, но когда мнение в математике, там нет мнений, ну, не может быть такого мнений. Ну, да, ну, если хотя бы просто хочется, у меня такая, у меня такая, как бы, мечта, как у воспитателя детского сада, вот, прийти, как бы, да, и научить людей, да, чтобы они, да, чтобы они, вот, чтобы марксисты, да, между собой разговаривали, да, там, как бы, там, нашли консенсус, потому что очень печально, когда видишь все время, что люди, а люди-то обижаются, рану-то им наносят, да, оскорбление, да, в конце концов наносят, а полуэмоционального вот этого запала теряется логика, люди не могут просто думать. Я сама по себе знаю, да, там, в стрессе, да, там сидишь около компьютера, я так думаю, о-о-о-о, как будто в тебя стреляли просто, да, там, как будто ты из бомбежки. Слом, 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 конечно, ранят, ранят, конечно, ранят. Я знаю, философия как мировоззрение, и вот в этом плане я, как вы относитесь к какому, я читал вот раньше где-то, и не помню сейчас, но, чтобы вас не направить, а просто связывают философию с мировоззрением и говорят, что мировоззрение, то есть способ мышления, как ты мыслишь, какие-то инструменты мыслительные прикладываешь, это и есть, этим должна заниматься философия. Почему? Потому что это развёрлось так человечество, и вот вы согласны ли мне, он там утверждает, что сначала человечество мыслило, не умело мыслить абстрактно, то есть не могло себя абстрагировать, и поэтому мировоззрение было конкретно чувственным, и вся религия, то, что мы называем мифологией, оно было многозначным, то есть если лес там легший, вода водяной, то есть, да, и вот это вот, они были как бы стихийными диалектиками, в этом плане, можно их так назвать, а потом, когда начинать абстрагировать, то есть абстрактно, человек научился абстрагироваться природой, ставить границы между человеком и природой. Да, и вот здесь вот понадобилась как раз и философия, чтобы абстрактное мышление, абстрактно-логическое, понадобилась логика и философия. Как вы, это нормально так вот, в суде? Конечно, это как бы общее научное, вообще-то, такое, ну, общее место, по большому счету. То есть, только единственное, что, я опять же, да, в контексте лекции, да, насчет логики, что в первую очередь это происходит через язык, то есть появляются специальные слова, да, мы начинаем работать со словами, мы начинаем критически к ним подходить, а почему вот это? Это вот как знаменитый, там, был китайский, тоже, ну, его софистом можно назвать. Китайский язык, он, кстати, очень тяжело абстрагируется, потому что каждая картинка, она очень образная, она очень насыщенная. В то время как наши буквы, да, они абсолютно, пардон, тупые и бессмысленные, да, просто какая-то, ничего не значит. Что, какой придадим ей смысл, такой будет. Так вот, он там где-то проходил через какую-то таможню, и у него была, он ехал на белой лошади, а стражник, да, или таможенник говорит, что да, нельзя на лошади. И тот ему стоял и долго доказывал, что белая лошадь не лошадь. Ну, в общем, стражники там обалдели, да, и пропустили его такие, да, то есть, но в данном случае, да, вот опять же, такие товарищи-софисты, они пинают, да, они подталкивают к тому, чтобы работать над своим языком, но... И современные, извините, перегородки, и современные ребята, и марсисты, когда начинаешь писать в ценностях, он абстрагироваться не может, и вот эти чувства, конкретно чувственное мышление, способа мышления, да, оно и перебивает, он не может абстрагироваться от этого и посмотреть со стороны, абсолютно. Ну, тут дело три. Надо мало того, что формально, законно-формальная логика, но еще и диалектически перейти и посмотреть на реальность. Да, кстати, вот современная молодежь, она действительно же немножко, как бы у нее другие немножко бывают интересы, другая, ну, эрудиция в другой среде. В частности, они, например, обычно хорошо эрудированы в области психологии. И вот когда логику через психологию начинаешь объяснять, понимают хорошо, то есть они просто, может быть, не знают термины, да, вот старшего поколения терминологию, они видят, да, и сразу мозг отключается, да, как от Фомы Аквинского, я сыну посоветовала, что если хочешь заснуть, почитай и помог Винского, у него это работает, с умной теологией. А когда через психологию объясняешь, они понимают, но в плане, вот вы сказали, да, субъект, да, то есть человек, да, сам как бы себя, он, получается, не расчленяет, да, вот субъект познания, да, и условно говоря, природа. Дело в том, что большинство людей не на магическом, конечно, не в магическом мировоззрении мысли, но по сути дела, с точки зрения психологии, это тоже магическое мышление, когда я приписываю себе влияние на окружающий мир, то есть, например, он обиделся, да, например, потому что я такой плохой, да, или, например, я так сильно хочу, поэтому все должны сделать вот именно так, как я хочу, вот они не сделали, вот, диски такие, да, и все, вот, я вот расстроился. Это тоже где-то вот это на грани магического мышления, да, то есть тоже вот этой четкой аналитичности, да, вот такой не хватает, не хватает. А сейчас в философии есть какие-то градации в способах мышления, или виды мышления, градации в способах мышления, там, допустим, диалектические, ну, да, обязательно. Какого есть? Тут, видите, дело в чем, я просто училась на философском факультете, да, и у нас там это было много, и, кстати говоря, старая профессура у нас преподавала. Мы это учились. Что? Мы это учились в каком? Я закончила в 2001-м. Я закончила в 2001-м, но там были старые профессора из Академии наук, и они приходили и спокойно давали нам, в общем-то, как я сейчас понимаю, они это не называли марксистско-ленинской, да, концепцией, но по сути дела они спокойно, да, там, все категории, да, там, тихо, мирно, и у меня как-то сложилось такое ощущение, что это единственное, что я понимаю, по большому счету. Заглянешь там какой-нибудь структурализм, да, постентрализм, ни души не понимают, да, мне как-то не кажется это уличным. Мышление там, это же про вот допонятийное, панятийное, абстрактное, это же вот эти градации, они-то, собственно, никуда не делись? Они никуда не делись, более того, они, например, критическое мышление называют. Нет, там, критическое мышление называют. А это не способы мышления? Это что-то такое, а мышление, как раз, как раз понятийное. Это пошло понятийное, понятийное, и какое-то еще там, я забыла. Ну, характерное. То, что касается, допустим, там, по видам мировоззрения, да, то там, да, даже не то, что по видам мировоззрения, а просто ощущение, как там у нас, психологии, это хорошо. Мировоззрение, мышление. Подожди, это пути познания, да, как бы этапы познания, вообще познавательные процессы, ощущение, восприятие, представление, когда образ, да, вот, а потом уже идет образное и абстрактно-логическое, да. Ну, а для него нужно понятийное развитие, да, как раз четкое. Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела. То есть, в принципе, да, у меня, конечно, есть, да, желание, да, там, рассказать, там, больше, там, про категории, да, например, как они, там, виды, виды понятий, очень полезные вещи, да, из серии, там, что определенное понятие, неопределенное. Да, как его можно объяснить, если оно вообще многозначное, да, давайте определимся в понятиях. Ну, это, как бы, элементарные, да, нормы логической культуры. Давайте, прежде чем спорить, да, подумаем, о чем мы, собственно говоря, спорим. Вот. Или там доказано, не доказано, да, следует, не следует. Ну, в общем, такие, я считаю, что полезные вещи. Я в это верю. Ну, если аудитория захочет, можно будет что-нибудь еще такое интересное. Еще вопрос такой. Вы выступали в театре Пушкина? Бывало. С чем только выступала? Я в разных амбур. О философии? Нет. Дело в том, что мы недавно были, там, слушали лекции о мировоззрении, и там общество знания есть, и можно вам, я советую, обратиться туда. Там очень тоже хорошая аудитория, там амбурсисты бывают, амбургисты. И, ну, туда надо вам попроситься, мы еще раз придем послушаем. Я заявку, да, туда что-то оставляла, но мне пока никто не ответил. Там был преподаватель, фамилия, я не помню, точно. Наверное, философ, да? Да, был ученик, ученик, ячинок, да. Поповкин, да? Поповкин, он заведующий кафедрой, наверное, ну, он в обществе знаний есть, заведующий кафедрой философии в Академии наук, рамок. Наверное, если это тот, высокий худой такой. Да. Мы его слушали, но он формалист, идеалист такой. Идеалист? Да, он такой, это, или вот хотелось бы туда, для ледушки он поделился. Какой же было? Угу. Да, ячин, ячин, кстати, да, большой молодец на самом деле. Ячин очень хорошо. Ну, вот Сергей Евгеньевич, ячин, мы просто упомянули, да, что ученик ячин. Он в этом смысле большой молодец. Он, например, чтобы спор, да, вот как бы не превращался в полемику, в битву, да, гигантов. Там он всегда говорил, вот, надо немножко, надо очень мало хотеть победить. Давайте просто, вот, просто, да, будем искать, да, вот вместе что-то. Потому что если вы хотите победить, да, то сразу адреналин в голову, да, и, скажем, начинается крово-давление повысилось. И, наверное, да, 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 да.